Приграничное сотрудничество 2014. Международная выставка-ярмарка уже много лет собирает в Забайкальском крае представителей производственных и торгово-экономических компаний трех соседних государств – Китая, России и Монголии. Сегодня она открылась уже в десятый раз в выставочном центре Забайкальске. Чем удивляют нынешние участники и какие задачи ставят перед собой, узнавали наши корреспонденты. Взаимная торговля, демонстрация товаров и презентация возможностей – все это успешно влияет на развитие международных связей и укрепление партнерства между предпринимателями трех государств. Именно расширение промышленного сотрудничества между странами и соседями пытаются достичь участники и организаторы выставки. И за годы ее работы отмечают заметный рост инвестиций со стороны приграничных территорий. Нам очень приятно, что одним из проектов, который предполагается исполнить в ближайшее время, это совместный проект Забайкальского края и правительства провинции Хэлунзян о создании крупного российско-китайского выставочного центра, постоянно действующей выставки товаров производственно-технического назначения. Это первый проект на территории России, который мы предлагаем китайской стороне, и в ходе переговоров, которые прошли с китайской стороной, мы увидели интерес к этому проекту и думаем, что этот проект будет в ближайшее время продвигаться. На сей раз на площадке выставочного центра Забайкальский более 20 экспонентов из различных городов Китайской Народной Республики демонстрируют строительные материалы, садовые конструкции, дорожную технику, часы ручной работы, продукты питания. Хозяева выставки в свою очередь знакомят с автомобилями забайкальского выпуска, материалами из природного камня, предлагают туристические услуги и, конечно, приглашают к инвестиционному сотрудничеству, демонстрируя ресурсный потенциал Забайкалья. Впрочем, среди участников есть те, кто уже тесно работает с регионом. Наша компания, которая целлюлезный завод, да, полярная компания, которая очень хорошо здесь продвинул наш проект. Правительство «Показская края» поддерживает нас, поэтому у нас проект реализуется нормально. Надеемся, что наш проект ставит примером дружбы между Россией и Китаем. Два дня на выставке будет работать конкурсная комиссия. Она определит лучших экспонентов. Впрочем, главным результатом, по мнению участников, станут подписанные договоры и новые экономические отношения. Татьяна Окладникова, Татьяна Березовская, Виктор Баранов, Виктор Каткин. Вести Чита.